В зрелищном и захватывающем соревновании «Танковый биатлон» на международных соревнованиях «Армии-2022» команды разбиты на два дивизиона. Во втором дивизионе соревнуются сборные Абхазии, Армении, Зимбабве, Ирана, Сирии, Судана, Таджикистана, Южной Осетии и других дружественных стран. В заездах, которые состоялись 19 и 21 августа, от абхазской команды участвовали Армен Ферманян, Аляс Амаба, Зураб Кварча, Андрей Гущин, Дамей Чания и Емран Кавхалава. Соперниками Абхазии были танкисты из Таджикистана и Судана. В первом заезде второй экипаж абхазских танкистов занял третью строчку со временем 43 минуты 9 секунд. В результате гонки третьего экипажа на первом месте оказались танкисты из Таджикистана, которые показали лучшее время – 37 минут 10 секунд. Второе место заняла Абхазия с результатом в 38 минут 45 секунд. Судан замкнул тройку. Команды соревнуются в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на российских танках. После индивидуальных гонок, в которых уже выступили все страны, состоится полуфинал. В него выйдут 12 лучших команд, по 6 из каждого дивизиона. В финале танкового биатлона, который пройдет 27 августа, сыграют 4 лучшие команды. Абхазия участвует в танковом биатлоне с 2020 года. В дебютном выступлении команда заняла 8 место. В 2021 году абхазские танкисты были 6. В рамках армейских международных игр армии 2022 еще 6 команд из состава вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах Эльбургское кольцо, снайперский рубеж, специальный рывок, военно-медицинская эстафета. Помимо этого, команда республики впервые приняла участие в конкурсе «Армия культуры». Выставка абхазской делегации была посвящена историко-культурному наследию страны и включала в себя предметы быта абхазов, национальные костюмы и многое другое. Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 государств. За звание сильнейших борются 37 стран. Рада, Чачава, Абхазское телевидение.